Задача, поставленная президентом, крайне амбициозна. До 2023 года необходимо обеспечить в ранее газифицированных населённых пунктах подводку газа до границ всех участков. Иными словами, каждому частному домовладению в поселении, где уже есть газ, должна быть протянута труба. Подключать или не подключать – это решит собственник. Но возможность для этого должна быть у всех. На текущий момент активно идёт подресная инвентаризация всех этих домовладений. Это первая задача, которую сейчас нужно выполнить. То есть сформировать реестр всех этих домовладений. Здесь, конечно, проблема заключается в том, что у нас есть домовладения, на которых ещё не оформлены права собственности. Это сейчас выверяется и заносится в соответствующие информационные системы. К домам, которые не оформлены надлежащим образом, газ придёт в последнюю очередь. Поэтому тем, кто хочет поскорее завести к себе голубое топливо, стоит поторопиться с оформлением документов. Это, по сути, главное условие для получения газа. Потому что вся работа по доведению трубы к границам участков будет для населения бесплатной. За счёт средств граждан ничего строиться не будет. А вот уже внутри именно газифицированного, подведённого газа, то есть внутри участка, безусловно, собственники жилья, они сами газифицируют. И здесь тоже будет несколько вариантов. То есть это и привлечение сторонних каких-то организаций, или привлечение единого оператора, в большинстве случаев это «Газпром», привлечение единого оператора. Но тарифы по внутридомовой этой сети тоже будут утверждены, регулируются государством, они там на сайтах будут висеть. По предварительной оценке, сейчас в 107 газифицированных населённых пунктах республики остаётся порядка 17 тысяч домовладений, где газа ещё нет. Но чтобы стать участником этой догазификации, придётся подать заявку на портале соцгаз.рф, а в перспективе и в МФЦ. Координировать весь процесс будет созданный накануне региональный штаб, в состав которого вошли все профильные министерства и ведомства, главы муниципальных образований, а также представители газоснабжающей организации. Эрнест Чуков, Олег Молхожев, Архиз, 24.